Здравствуйте, дорогие друзья! Время перед зимними играми в Сараево было временем, когда политики активно мешали развитию международного олимпийского движения. Оно чуть не развалилось из-за двух бойкотов. Бойкота Олимпиады в Москве и нашего ответного хода бойкота Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Причем уже зимой 1984 года было ясно, что советские спортсмены, как и представители большинства соцстран, в город ангелов не поедут. Сараевскую зимнюю эпопею снимала творческая группа центральной студии документальных фильмов. За кадром звучит голос великолепного актера Вячеслава Тихонова. Естественно, наши кинодокументалисты не смогли обойти острых политических углов. Но все-таки спорт оставался главным. Одной из основных интриг этих игр было следующее. Сумеют ли советские хоккеисты, лучшие на планете, после досадной осечки в Лейк-Плессиде вернуть себе звание сильнейших? Я был молодым капитаном команды в то время. Для меня это золотая медаль, которая была мечтой с самого детства. И ощущения, конечно, они незабываемые. Наверное, ты уже не обращаешь внимания на ту атмосферу, которая есть. Ты полностью сконцентрирован на самой игре, а после игры уже не важно. Болеет против тебя, это еще как бы лучше. Болеет за это, конечно, очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Николай Зимятов, четырехкратный олимпийский чемпион. Что такое личность в спорте? Ну, я думаю, что это человек, который не только, значит, вот в спорте, значит, лидер, он везде лидер. Лидер – это, конечно, личность. И это касается любой сферы деятельности. Каких же качеств требует от спортсмена успех на самом высоком уровне? Старший тренер сборной СССР по Бобзлею Роланд Употнеевс. Большую роль играет психологическая подготовка спортсмена и, можно даже такая, сказать, психологическая врожденность, устойчивость. Сергей Фокичев – самый быстрый конькобежец на Олимпийских играх в Сараево. Нужно себя утвердить как-то, заставить соперника уважать. Заставить соперника уважать себя. Наш лидер в хоккее, команда ЦСКА, успешно решает эту задачу. Но не только в этом сила команды, считает ее капитан Вячеслав Фетисов. Почему побеждает ЦСКА? Ну, у нас, прежде всего, великолепный, отличный, дружный коллектив, который заряжен идеями только побеждать. У нас великолепные тренеры, которые знают свое дело, много работают, беспощадно к себе в работе, и это требует от нас. Тамара и Игорь Москвины – тренеры сборной страны по фигурному катанию. Я готовлю личность, которая сможет красиво, интересно кататься и стабильно. А уж место покажет ситуация, которая образуется в каждый данный момент, в каждое данное соревнование. Да, победа в большом спорте требует целого комплекса исключительных качеств. Говорит Александр Тихонов, тренер, четырехкратный чемпион белых олимпиад по биатлону. Личность, конечно, должна быть, невзирая ни на что, даже если у тебя не очень хорошая судьба. То есть тот спортсмен, который может отдать себя в борьбе до конца, найти в себе силы, о которых он сам не знает и не подозревает внутри своего организма, только такие спортсмены могут побеждать. Сараево, 1984 год, 14-е зимние Олимпийские игры. Впервые социалистическая страна принимала у себя зимнюю Олимпиаду. Свыше 1500 спортсменов из 49 стран приехали в гостеприимное Сараево в Югославию. Никакое ненастье не помеха, если тебя ждет незабываемое зрелище олимпийских соревнований. Белая Олимпиада в Сараево приняла эстафету игр от Москвы, от Олимпиады 80, с ее идеалами благородного, истинно олимпийского соперничества. От Олимпиады, которую уже тогда пыталась сорвать администрация Картера. И сейчас, спустя 4 года, администрация президента Рейгана сознательно создала условия, невозможные для выступления спортсменов социалистических стран на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Спортсмены нашей страны, других социалистических стран, все, кому дорогий мир, дружба, взаимное уважение, всегда выступают гарантом чистоты и нерушимости олимпийских принципов. В этом величие олимпийского движения, не разъединяющего людей, а объединяющего их. Пусть горит вечно этот всепобеждающий олимпийский огонь дружбы. Олимпиада — это праздник, который остается с нами навсегда. Белая Олимпиада в Сараю началась с гонки лыжников на 30 километров. На старте — лидер Кубка мира, швед Гундесван. Николай Зимятов из Подмосковья, стартовавший 72-м, последним, был в этот день лидером по всем статьям. 40 секунд отрыва от сильнейшего из зарубежных конкурентов Гундесвана. А истоки его чемпионского пути можно отыскать в самой обычной в средней школе. В начале я занимался неорганизационной подготовкой, не было специализации у меня, не было спортивной школы. Просто подвижный был много, бегал, играл в хоккей, летом в футбол. А потом в школе на соревнованиях на местных у меня проявились результаты. Среди своих ребят начал занимать первые позиции. И преподаватель в школе предложил мне пойти в спортивную школу. Это было в 69-м году, где я начал уже серьезно готовиться с осени. Поистине у нас в стране лыжам все возрасты покорны. Вот это и есть подлинный олимпизм. Когда пример лидеров зовет на старт других, рождая в их сердцах стремление к совершенству и гармонии. Среди участников праздника Севера в Мурманске был и Николай Зимятов. Нагрузки сейчас вообще возросли очень. Придела такого нет сейчас. Но у лыжников нагрузки зимой достигают в день где-то до 60 км в среднем. За день иногда бывает 80 км, 90 км. Когда был молодой, раньше не понимал, как вот спортсмены большие, уже вроде в возрасте все, уже результатов нет, они вот все бегают и бегают. Думаю, результаты не пойдут, иначе бегать уже больше не буду. Но вот сейчас столкнулся с этим вопросом вплотную, и в принципе я уже понимаю этих спортсменов, и мне почему-то хочется бегать, жалко расставаться со спортом. Видимо, тоже буду бегать до предела, пока еще буду показывать высокие результаты. И возраст мой, 28 лет, еще, в общем-то, позволяет показывать высокие результаты. На Олимпиаде в Лейк-Плисиде Зимятов был на 4 года моложе. Он выступал тогда на всех дистанциях и завоевал 3 золотые медали. Его называли королем лыж. В Сараево Зимятов опять бежал все дистанции. Вероятно, тренеры сборной переоценили степень его готовности. Так важно было поберечь силы лидера-ветерана для самой престижной гонки, эстафетной. Вот ее старт. Под первым номером, в знак уважения к олимпийским чемпионам 80-го года, наши. Четыре раза переключаются на этапах скорости эстафетной. Зимятов, которому доверили бежать на последнем, завершающем этапе, ушел первым. Но ему буквально в спину дышал Гундесван, уже победивший здесь, в Сараево, в гонке на 15 километров, а короткие дистанции его конек. Чуть-чуть не хватило Зимятову, чтобы устоять, не дать обойти себя. Советская команда оказалась второй. Но разве можно в чем-то упрекнуть Николая Зимятова, отдавшего всего себя в этой заключительной, самой трудной гонке? А вывод? Эстафетную команду надо готовить специально. Тренеры Тамара и Игорь Москвины ветераны олимпийской команды, а их ученики дебютанты игр, ярко показавшие в Сараево особенности ленинградской школы фигурного катания. Да, несомненно, такие особенности есть. Но только, наверное, надо смотреть, чем она отличается от москвовской школы. Там совершенно четкое, определенное лицо, будь то пары, будь то одиночник. Что касается ленинградца, здесь много разных вариантов. Развивается больше индивидуально, спортсменов. Тренер Москвин в свое время воспитал известную чемпионку Москвину. Затем спортсменка стала соратницей своего мужа. И теперь вместе с ним продолжает лучшие традиции ленинградской школы фигурного катания, которые зарождались еще в конце прошлого столетия, когда в Петербурге был проведен первый в истории мировой чемпионат фигуристов. И вот теперь ленинградским тренерам предстояло доказать, что их ориентация на индивидуальность и творческие возможности спортсмена способны подготовить подлинных лидеров. И они доказали. КОНЕЦ 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 Лариса Селезнева и Олег Макаров завоевывают бронзовые награды. Елена Валова и Олег Васильев становятся чемпионами. КОНЕЦ Дебютанты-спортсмены. Дебютант-тренер. КОНЕЦ Советские бобслиисты вообще впервые выступают на зимних Олимпийских играх. И с первой попытки Владимир Александров из Красноярска и Зинтис Экманис из Риги завоевывают бронзовые награды. АПЛОДИС КОНЕЦ 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 Ну, говорят, что бобы у нас новые, совершенные какие-то. Это тоже относится к тому же к мышлению, к работе. И только в этом наш успех. Организация хорошая. Энтузиазм каких-то людей, видимо. Ну, энтузиазм это в первую очередь, а потом же энтузиазм за собой влечет работу. Энтузиазм голый и без работы это ничего. Единственное Оvelть vänd резерв регион прод Ave WAN Субтитры создавал DimaTorzok 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 И уже сейчас тренер-упытник думает о будущем Готовит новый, более совершенный боб Зимним олимпийским играм в канадском городе Калгари Да, у нас есть опять новые идеи, как получить максимально хорошие ходовые качества Нового боба, учитывая даже те предложения, которые сейчас сделали техническая комиссия ФИБЦ Чем инструмент проще, тем в нем преимущество находить, я считаю, труднее Что может быть томительней, чем ожидание старта, да еще если старт несколько раз откладывается И надо ждать, ждать и не терять той концентрации силы воли, которая только и способна принести наивысший результат С соперником мы знакомы были, вот Ник Томес из США Когда мы вышли на старт, то он, видимо, волновался очень сильно Потому что сразу же первый фальш-старт был, принадлежал ему Нас вернули Когда мы второй раз стартовали, то он уже сидел мертвый И я как-то благополучно ушел сразу же от него И с первых метров стал наращивать скорость Вошел в большой поворот И стал работать на грани риска Меня даже вынесло на выходе первого поворота И тут как раз вот он меня обошел помалу Задача у меня состояла в том, чтобы на переходной прямой его догнать То есть работать в спину Но я справился с этой задачей Стал догонять его Но, видимо, слишком сильно увлекся этой борьбой Потому что не заметил, как на меня налетел, можно так сказать, поворот Меня стало выносить, разрывать в повороте В общем-то я стоял на ногах И тут уже последние 100 метров все надо было отдать Так получилось вроде Сергею Фокичеву Пареньку, ставшему настоящим конькобежцем В рабочем спортклубе Шексна Череповецкого металлургического комбината Воспитаннику тренера Александра Калинина В первом же забеге удалось показать время Не покорившееся больше никому И путь Свердловчанина Игоря Малкова К стартам Олимпиады напоминает путь Сергея Фокичева И он в тяжелейшей борьбе победил на Олимпиаде Завоевав две медали И серебряную, и золотую Опытные спортсмены, на которых делали ставку Готовили в составе сборной несколько лет Вдруг потеряли скорость А дебютанты оказались на высоте Вот она, сила резерва советской сборной Так дебютант Малков стал стайером номер один А спринтером номер один дебютант Хокичев Когда я приехал на родину, в Череповец То здесь вот так в полной мере ощутил гордость Череповчан И все-таки город и область стала иметь первого олимпийского чемпиона И вот я прихожу на стадион, мальчишки, девчонки Они с большей энергией начинают тренироваться Для меня это, конечно, приятно, но в то же время нельзя забывать, что впереди еще много стартов И я считаю, что я должен еще доказать, что я могу сделать больше, чем сделал Да, таким сыном могут гордиться и его родители Отец, мастер цеха металлургического завода И мать, преподаватель истории И его друзья по школе, по институту Это они выпустили к приезду чемпиона газету «Наш Сережка» Ведь столько добрых дел сделали вместе Яхту построили Помогают детской спортшколе Вместе тренировались в заводском спортклубе Нелегко было первые годы, когда я попал в сборную команды СССР Там, конечно, нагрузки были очень большие, колоссальные И я очень тяжело справлялся В общем, думал, что не справлюсь абсолютно Но все-таки как-то сумел себя перебороть, заставлял Сейчас уже тренировки, что идет не объемная, а более качественная работа И это интереснее гораздо В сборной команде СССР Чего тренирует Владимир Кощей Известный в недалеком прошлом конькобежец Часто теперь Сергей бывает на Медео На катке рекордов Пожалуй, самый главный рекорд высокогорного катка Это десятки тысяч людей Самого разного возраста и профессии Которые ежедневно получают здесь Заряд бодрости и здоровья Ситуации, которые неизменно преподносят нам эстафеты биоблонистов на Олимпийских играх Всегда парадоксальны и драматичны Главными соперниками наших спортсменов были биоблонисты в ГДР Александр Тихонов Тренер экспериментальной молодежной сборной Вел репортаж о гонке Каждый шаг, каждый выстрел Тихонов как бы делал сам Сливаясь поочередно с теми, кто вышел в этот день на трассу эстафеты Тихонов был в свое время самым быстрым биатлонистом мира Славу он завоевал сразу Его победы были блистательны и красивы Его провалы неожиданны и оглушительны Этот человек был открыт всем и поэтому его любили и свои и чужие На последней своей Олимпиаде четыре года назад он был включен в эстафетную четверку за несколько часов до старта И хотя было Тихонову уже далеко за 30, а на этапе ему противостоял молодой чемпион мира из ГДР Пауль Зибер Ветеран переломил ход гонки, показав, что нет ему равных в командной борьбе Я хочу передать боевую подругу Которую я всегда перед стартом целовал Александр Тихонов не ушел из биатлона Его сердце навечно осталось верным любимому виду спорта А гонка в Сараево развивалась в самых лучших своих традициях Здесь, правда, следует заметить, что в индивидуальных соревнованиях наши биатлонисты выступали слабо Эстафета же давала возможность доказать, на что они способны в командной борьбе Первым гонку у советской команды начал ленинградец Дмитрий Васильев И на финише мы выигрывали у сборной ГДР минуту с небольшим Дело сделано? Отнюдь Свердлочанин Игорь Кашкаров шел неплохо Но в стрельбе лежа истратил два лишних патрона И запас времени сократился Быстрейшим в нашей команде считается Альгиментас Пшална из Литвы Но стрельба у него не заладилась Долго ждали мы, когда исчезнут два этих зловещих черных кружка Не дождались А за каждую непораженную цель штрафной круг Сибиряк Сергей Булыгин ждал товарища на последнем этапе Но теперь лидировала команда ГДР Земляк Александр Тихонова Булыгин К первому огневому рубежу почти настиг чемпиона мира из ГДР Франко Ульриха И чемпион дрогнул Не устоял перед натиском Сибиряка Это и есть характер лидера Не растеряться в решающий самый главный момент Альгиментас Пшална Спорт весь спорт И если уж вышел на старт Борись за победу до конца Ну я скажу, что радости наши и радости тренеров, болельщиков Всех советских болельщиков просто нет предела И я должен сказать, что вот те победные эстафеты, которые были у советских биатлонистов в Гренобле в 68-м году В 72-м году в Саппоро В 76-м году в Инсбурге И в 80-м году в Лейт-Плессиде Трудные победы И вот сегодня здесь в Сараево пятый раз подряд советские биатлонисты стали победителями Олимпийских игр Именно в этой дисциплине Когда четыре спортсмена куют одну медаль И вот те славные традиции, которые были у нас, у наших ветеранов Наши ребята сегодня, Дмитрий Васильев, Юрий Кошкаров, Альгиментас Шална И победную точку поставил Новосибирец, Сибиряк Сережа Булыгин добавил еще одну медаль к коллекции сибиряков Я хочу сказать, что ребята сегодня достойную конкуренцию оказали всем И еще раз доказали всем, что именно в командной гонке, в коллективной борьбе нашей команде нет равных Не было равных на играх и нашей хоккейной команде А ведь почти добрая ее половина тоже дебютанты И каждому из них, и команде в целом В каждом матче надо было снова и снова доказывать свое превосходство Казалось бы, еще недавно Вячеслав Фетисов пришел в большой хоккей И совсем недавно, как эти мальчишки, он боролся за свою золотую шайбу И казалось, совсем недавно обратил на него внимание президент клуба «Золотая шайба» Анатолий Владимирович Тарасов, наш легендарный тренер, открывший нашему и мировому хоккею Валерия Харламова Анатолия Фирсова, Владислава Третьяка и многих других выдающихся игроков Возьми сейчас слово, попроси у тренера слово и скажи, ребята Воевать по-настоящему, себя не жалеть, не проигрывать ближний бой, согласен, нет? Понятно И постоянно, все время выжимать скорость Золотая шайба Серебряные каиньки Лыжня России И другие массовые соревнования Первая ступенька в большой спорт С нее шагнули к вершине и Зимятов, и Кокечек, и Малков, и Фетисов Игрок выдающийся, абсолютно современный, опередивший время Так основная масса, в том числе талантливых защитников у нас, я уже не говорю о Канаде Об Америке Я убежден, что даже в очень сильной команде Чехословакии Такие защитники появятся только в грядущем В чем сила Фетисова? Он очень сильный разрушитель То есть он отбирает так, что противник чувствует Что против Фетисова тяжко будет играть Сильная обводка Умение правильно, как истинный форвард сыграть в завершающей фазе атаки В единоборстве он злой Это хорошее качество быть добрым в жизни и злым на хоккейном поле Еще есть одно качество Фетисова Это умеет повести за собой Капитан команды, который может сказать, делай как я У меня это большая находка У нас всегда были такие С времен Боброва, Сологубова Это выдающаяся личность Да, Вячеслав Фетисов умеет в хоккее все Но ведь не только это делает его первым среди равных Получил травму спины В общем, три месяца в госпитале Потеря 15 килограммов веса И все это в 20 лет Врачи предрекали, что Фетисов не вернется в хоккей И все-таки он вернулся Помог ему в этом великий врачеватель спорта Помогли товарищи Помог тренер Виктор Васильевич Тихонов Пришел в больницу и сказал Через год Олимпиада Ты включен в состав сборной Готовься И Фетисов вернулся в большой спорт Вот так играли Вячеслав Фетисов и его товарищи В решающих матчах Олимпиадов Сараева И настал день последнего матча Чехословацкие хоккеисты вели борьбу по всему полю Пытаясь сковать действия наших ребят Не дать им возможность наладить комбинационную игру Не удалось Не удалось И две золотые шайбы советской сборной Были украшением финиша Олимпийских игр В какой-то ситуации ради победы, ради того, чтобы выиграть Приходится терпеть и боль Через боль, иногда даже через слезы Настолько бывает обидно Это все окупается после того, когда ты выиграл это соревнование Когда ты слушаешь свой гимн Смотришь, как подымает флаг Мы расстаемся с нашими героями в тот момент, когда они находятся на вершине своей спортивной славы А что же дальше? О чем мечтают, что видят они со своей олимпийской вершины? Цель такая, что как можно больше поиграть и радовать болельщиков, радовать зрителей В общем-то, я еще не нахожусь не в расцвете, как говорят, сил У меня есть запас еще Есть над чем работать И есть непокоренные вершины Естественно, каждый тренер живет надеждой Такими же надеждами живу и я У меня есть цель воспитать олимпийского чемпиона Но это будет в Калгане А кто же они, будущие олимпийские чемпионы? Их имена пока неизвестны Но мы твердо знаем, что подрастают они сегодня в наших спортивных школах Что мечтают о большом спорте И как герои нашего фильма Верят в свою будущую олимпийскую победу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok